Руководителю детского сада Тамаре Исаевой 75 лет. Женщина живет в поселке Луначарский. Сегодня здесь прошла диспансеризация и вакцинация в мобильных комплексах. Тамара Касимовна стала 150-тысячной жительницей губернии, которая сделала прививку от ковид. На вось надеть сейчас нельзя уже. Насколько такая обстановка по всем инфекциям очень ужасная. Лучше привиться. Себя обезопасить окружающих. И тем более я работаю с ребятишками маленькими. Чтобы стать на шаг ближе к жизни без ковид, Денис Домарев сделал сегодня первую прививку от коронавируса. Через 21 день ему введут второй компонент вакцины. Денис – председатель Самарской областной организации молодых литераторов. Понятно, что если современная медицина позволяет защититься от этой беды и обезопасить себя и близких, и взять на себя такую ответственность, чтобы не заболеть или минимизировать риски болезни, чтобы продолжать работать, жить, помогать тем, кто рядом, то, конечно же, такой возможностью нужно воспользоваться и ей воспользоваться. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. После прививки за пациентами следят. Обычно все проходит без осложнений, рассказывают медики 4-й городской больницы. В первую очередь рекомендуют привиться людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания. Пока что жители проявляют активность и правильно делают, потому что победить этого невидимого врага мы сможем только общими усилиями. Это, конечно, и соблюдение строгой санопиторежима и, конечно, вакцинация, чтобы добиться коллективного иммунитета. Дистанционно записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу запись на вакцинацию от COVID-19. Даже при отсутствии электронного расписания жители могут оставить заявку. И как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию. Мэри Илчан, События.